Для проведения путь Из каракеты был выбран один из малонаселенных районов Восточной Сибири. В намеченном районе за короткий срок был оборудован стартовый комплекс, который состоял из упрощенной стартовой площадки, технической позиции, изменительного пункта, узла связи. Метеорологической станции, пункта санитарной обработки и дезактивации техники, дозиметрической службы. Трасса полета ракеты. Она пролегала через безлюдные районы, вдали от крупных населенных пунктов и впервые была направлена на северо-запад. Точка падения боевой части ракеты находилась на расстоянии свыше 3,5 тысяч километров от старта на новой земле. Определение точности попадания в цель и эффективности взрыва было поручено расположенному здесь испытательному полигону военно-морского флота. Вернемся в район старта. Подготовку ракеты и ее запуск производили боевые расчеты обычной войсковой ракетной части. На техническую позицию ракета была доставлена по железной дороге за 7 тысяч километров. Здесь она подвергла тщательному отсмотру и проверке. Надо было убедиться, что конструктивные элементы ракеты, ее узлы и агрегаты находятся в полной справочности. Двигательная установка и топливные баки проверялись на герметичность. Пада давления нет. Все в порядке. Машина регламентных работ. С ее пультов производилась проверка приборов автономной системы управления ракетой. Гиростабилизатор это как бы мозг ракеты. Он автоматически вырабатывает те сигналы, которые управляют ее полетом. Для определения точности работы гиростабилизатора, его проверяли на качающемся стенде. Установка гиростабилизатора в приборный отсек ответственный момент в работе расчета. Здесь требуется осторожность и высокая точность. Состоронняя проверка показала, что перевозка на большое расстояние на техническом состоянии ракеты не отразилась. Комиссия по проведению испытаний принимает решение вывести ракету на стартовую площадку. При транспортировке ракеты пришлось столкнуться с одной из особенностей испытаний, проводимых в полевых условиях. От технической позиции до стартовой площадки в 12 километрах грунтовой дороги были приняты необходимые меры предосторожности. Движение колонны не превышало 10 километров в час. Транспортировка ракеты закончена. А к стартовой площадке движется еще автоколона. В ее составе машина, в которой находится головная часть ракеты. Даются последние указания расчету на подготовку боевого пуска. Команда и подготовка началась. Готовят к подъему стрелу установщика. Стрела оборудована специальными площадками и лестницами. Это позволяет производить все необходимые работы по обслуживанию ракеты, установленной в вертикальное положение. Подъем стрелы установщика закончен. Одновременно производилась стыковка грунтовой тележки ракеты с пусковым столом. Теперь ракету можно расчехлить. В машине, доставившей на старт головную часть, поддерживалась постоянная температура. Соединение боевой головной части с корпусом ракеты. Один из важнейших моментов подготовки к пуску. Осторожное движение машины. Наконец, остановка на строго определенном расстоянии. Приводится в действие поворотные и подъемные механизмы. Они позволяют при стыковке точно совместить ось головной части с оси корпуса ракеты. Хотя в головной части содержится атомный заряд большой мощности, работа с ней вполне безопасна. Теперь, для поддержания необходимой температуры внутри головной части, на нее одевается термочехол. Чтобы под термочехол не попала влага, верхняя часть головки закрывается целотановой оболочкой. А это пороховые тормозные двигатели. Их устанавливают на корпусе ракеты. Кормозные двигатели должны обеспечить надежное отделение головной части в полете. Подана команда на подъем ракеты. Вместе с ракетой поднимается и грунтовая тережка. Она выполняет роль своеобразного противовеса. Одновременно с подъемом ракета устанавливается на пусковой стол. Ракета заняла вертикальное положение. Опускается на землю грунтовая тележка. Ее отводятся стартовой площадке. Пошла вниз стрела установщика. Ракета транспортировалась без стабилизаторов и газовых рулей. Эти хрупкие детали легко повредить в дороге. Теперь их можно установить на ракете. Стабилизаторы и газовые рули придают ракете устойчивость и управляемость в полете. Производится прицеливание. Для наводки ракеты были использованы штатные оптические приборы. В результате наводки два противолежащих руля ракеты должны точно совместиться с плоткостью стрельбы. При проведении предстартовых регламентных испытаний еще раз проверялась герметичность двигательной установки. Проверки закончены. Принято решение на заправку и пуск ракеты. На стартовую площадку направляются автозаправщики. Их нахождение вне стартовой площадки вызвано соображениями безопасности. Пары компонентов топлива не завидуют. Заправщики прибывают на стартовую площадку. Их расчеты работают в защитных костюмах и противогазах. Шланги заправщиков присоединяют к заправочным сливным трубопроводам ракеты. По этим шлангам будет поступать окислитель. А по этому шлангу горючее. Заправка ракеты топливом длилась 25 минут. За это время насосы заправщиков перекачали в ракету около 80 тонн топлива. В районе цели, на новой земле, в сооружениях опытного поля и приборных бункерах идет последняя проверка и подключение аппаратуры, предназначенной для регистрации центра и параметров взрыва. А в районе старта еще раз уточняется метеорологическая обстановка. Необходимо получить последние данные об изменениях скорости и направлении ветра по высотам. Запускается высотный радиозонд. Данные зондирования передаются на стартовую площадку. Метеорологические условия благоприятны. На стартовой площадке объявлена 30-минутная готовность. Производится контроль на воду. В головной части снимают термочехол. Сбрасывает целлофановую оболочку. Убирает ветровые крепления. Закончив последние операции, расчет уходит в укрытие. Старту ракеты. Все готово. До пуска осталось меньше минуты. Пошли последние секунды. 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 Скорость полета ракеты приближается к расчетной. Тяга двигателя автоматически унишается. Скорость равна расчетной. Двигатели выключились. Заработали пороховые тормозные двигатели. Головная часть отделилась и по инерции продолжает движение к цели. Головная часть ракеты приближается к цели. Автомат времени включил аппаратуру испытательного поля. До взрыва осталось пять секунд. Четыре, три, две, одна, ноль. Наши первые визуальные наблюдения показали, что ядерный заряд был доставлен точно в заданный квадрат. Взрывное устройство сработало на заданной высоте. Вскоре после взрыва в район испытательного поля были направлены доземетрические дозоры на транспортерах и вертолетах. Вот каким увидели они поле в районе взрыва. А на этом участке был зарегистрирован эпицентр взрыва. Обработка данных, полученных с помощью регистрирующей аппаратуры поля, показала, что эффективность ядерного взрыва превысила расчетную. Проведенные испытания подтвердили надежность действия ракеты Р-14СУ с доставким ядерным зарядом, показали возможность подготовки и проведения пуска этой ракеты боевыми расчетами войсковых ракетных частей с высокой точностью попадания в цель. Субтитры создавал DimaTorzok